Несколько нажатий на кнопки и целый цех по производству уникальных шестеренок для кузнецовских двигателей запущен. Эту честь доверили Андрею Егорову, оператору станков с 8-летним стажем. Рабочий признается, хоть у нового оборудования и есть сходство со старыми станками, пришлось познакомиться с ним за учебными партами. Для более успешного освоения нового оборудования нас отправляли учиться в Самарский университет. И там, в общем, нас подготавливали по теоретическим моментам. Вот таким был цех еще два года назад, но прошло время и пространство. Площадью 8,5 тысяч квадратных метров заполнило 21 единица нового оборудования. Это уникальные зубошлифовальные, зубофрезерные и токарные станки, многооперационный обрабатывающий центр и контрольно-измерительные машины. Еще часть оборудования перемещена с действующего производства. Новое оборудование позволит уменьшить на треть трудоемкость и на половину количество брака. Это значительно повысит качество продукции. Комплекс сможет выпускать до 100 тысяч зубчатых шестеренок в год. Благодаря сегодняшнему мероприятию мы понимаем, что скорость производства увеличится, само производство станет более конкурентоспособным. Портфель заказов, самое главное, будет диверсифицирован, потому что мощностями, которые сегодня вводятся в строй, будут закрываться не только потребности самого предприятия, но и будут закрываться потребности других предприятий промышленности, как Самарской области, так и Российской Федерации. Открытие цеха – только один из шагов большого плана по модернизации производства. В ближайшие годы в реконструкцию техническое перевооружение производства ПАО «Кузнецов» будет вложено более 20 миллиардов рублей, что позволит обеспечить изготовление и проектирование авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок наземного применения. Я надеюсь, модернизация «Кузнецова» никогда не завершится. То есть модернизация – это то чудесное семя, которое надо однажды посеять и стронуться с мертвой точки и потом постоянно двигаться к улучшению текущих процессов. Потому что борьба за себестоимость, борьба за высокое качество, борьба за отсутствие лишних издержек, она у нас на предприятиях ОДК никогда не прекращается. В планах на будущее работа в общей сложности еще по 17 объектам, 7 из которых на финальной стадии реализации. Они будут введены в эксплуатацию уже в 2020 году. Стартуют строительные работы и по новому зданию конструкторского бюро, которое станет одним из самых современных в России. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.